Так, ну, хорошо, 5 минут прошло. Кто будет к нам еще подходить, мы с удовольствием будем встречать. У нас сейчас вошли в зал, по-моему, больше 30 человек, да? Рассылка была, по-моему, на 68-67. Ну, наверное, наша аудитория может как сокращаться, так увеличиваться. Да, уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы все, я думаю, рады видеть друг друга и посмотрим, что получится. Значит, два слова каких-то вводных, да, несколько. Я не буду долго вас утомлять. Значит, я хочу сказать, что в прошлом году, наверное, многие видели в рассылке, что мы показали, что уже в прошлом году проводили несколько заседаний. Они были более-менее локальны. Мы приглашали не только коллег по отделу, чуть шире. Мы провели, по-моему, четыре чисто таких семинарских занятия, конференции, где выступали Алина Александровна Захарчук с источником по историографии и истории техники. Ольга Александровна Валькова нам рассказывала о роли косвенных исторических источников в историческом исследовании. Евгений Владимирович Пщелов рассказал про уникальный подарок русских инженеров Гюставо Эфель. Это было очень красиво, занятно, интересно. И завершало прошлый год. У нас Ольга Юрина Елина нам рассказала про такую сложную тему, как Григорий Демидов, Соликамский сад, вторая камчатская экспедиция и так далее. Ну, как говорят, уже когда мы общались с такой короткой аудиторией, нет худа без добра. И новая форма общения, конечно, на мой взгляд, не должна она стать единственной. Возможно, это не дай бог, чтобы так было. Но, тем не менее, в ряде случаев оказалось даже более удобно, чем такие традиционные наши коммуникации. Ну, кто в прошлый период, прошлый год уже участвовал в конференциях по Азуму, тот не мог не обратить внимания, что, оказывается, можно без каких-либо значимых затрат, ресурсов, времени на подготовку, без утомительных просьб в руководство и так далее, можно сравнительно легко общаться с коллегами из разных городов и даже из разных стран. Здесь только одно ограничение, может быть, временное. Вот это надо учитывать, наверное. И тоже, пожалуйста, предлагайте, особенно коллеги из Урала, Сибири, когда удобнее по времени нам встречаться. Ну, а так, кроме временных, пока ничто и никто нам не мешает собираться. Значит, начиная наш семинар, по крайней мере, на этом начальном этапе, мы думали, посчитали, не нужно производить какое-либо структуирование, вводить какие-либо ограничения по тематике, по хронологическим, временным, там, пространственным параметрам. Мне кажется, нет нужды ограничиваться, скажем, только отечественной тематикой. Все возможно, конечно. Ну, взгляд на историю науки преимущественно сквозь призму историографии и источника, вид, не позволяет нам касаться и древности, и глубокой древности, и самой новейшей тематики. Мне кажется, что это может быть интересно всем, ну, многим, по крайней мере, безусловно. Об организационной и технической стороне у нас просветит Павел Александр Захарчук, без которой, вообще-то, я хочу отметить, наш семинар, конкретный наш семинар, ни за что не удалось бы нам собрать. Там вся техническая сторона, организационная сторона, все лежит вот на плечах вот нашей юной коллеги. Полина Александровна Захарчук. Полина, вам два слова, расскажите, как нам правильно здесь поступать, как действовать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада всех видеть вас на нашем семинаре и немножечко организационных вопросов. Скорее всего, мы будем работать по схеме 45 минут на доклад, если будет больше ничего страшного, и далее у нас начнется обсуждение доклада. Во время обсуждения, если вы хотите задать вопрос, вы можете перейти в раздел «Реакция». Она находится у вас даже на инструментной панели внизу, и там будет реакция «Поднять руку». Вы можете либо поднять руку, либо напечатать в чат, что вы хотите задать вопрос, чтобы у нас просто не было какофонии звуковой, либо можете, если вдруг не поймете, как это делать, в принципе, допустимо просто задать вопрос. Вот если у нас, тем более, будет какая-то звуковая пауза, я думаю, это будет не страшно. Но желательно все-таки писать в чат или поднимать руку. Когда у нас будет говорить докладчик, желательно отключать звук, чтобы мы слышали только докладчика. И если вдруг у вас плохой интернет или будет сбой в интернете, чтобы сэкономить трафик, можно выключить видео, и тогда все будет идти хорошо. Да, и еще один момент. Значит, наше сегодняшнее заседание записывается, и я постараюсь смонтировать видео и выложить ее в нашу группу в Фейсбуке. У нас есть группа в Фейсбуке, к которой мы с радостью вас приглашаем присоединиться. Ну, я думаю, можно начинать, да, Симон Семенович? Сейчас, да, коллеги. Я еще немножко два слова еще скажу. Спасибо, Полина Александровна. Да, значит, что касается организации вопросов, задавания вопросов докладчиков и выступлений, Полина Александровна сказала. Выше всего, наверное, в чат писать. Фейсбук тоже сказала. Ну, и что касается дальнейшего. Большая просьба. Если мы сойдемся в мысли, что семинар такой стоит продолжать, что он целесообразен, то тогда большая просьба давать свои предложения и по форме организации. Вот Полина объявила, что у нас заседание 45 минут плюс-минус, да. Но мы пока еще точного регламента не устанавливали. Мы можем установить и 45 минут, и меньше, и так далее. Может, можем и два докладчика на наше заседание. Пока вот мы в таком процессе как бы согласования и выработки на оптимального варианта. Что еще? Пожалуйста, пусть бы давать свои предложения по организации, по количеству времени. И самое главное, конечно, давать предложения по теме, которые вы хотели бы выступить. На ближайших заседаниях я небольшой анонс. Пока это еще не жесткое расписание. Но что мы планируем? Мы планируем где-то вот февраль, март, апрель. Но дальше пока еще не заглядываем. Такие доклады, ну, тема докладов. В феврале мы ждем, что будет у нас доклад «Гербарий как биография». Будет речь идти о коллекции растений петербургского медика Абрахама Энса. Это 18 век, даты жизни, 713-770 год. Возможно, в следующий марте, возможно, будет доклад на тему «Предпоследнее путешествие академика Герарда Фридриха Миллера». Это 70-е годы, тоже 18 века. У нас вышли, у наших коллег, так что я знаю, ну, естественно, знаю больше. Будут предложения с удовольствием. Мы рассмотрим. Но сейчас вот вышли, в конце прошлого года и в самом начале уже этого года, вышли очень важные работы. Вот Игорь Николаевич Юркин, доктор исторических наук, подготовил, опубликовал этот многолетний итог долгой работы. Книгу под названием «Водный трактат Куликова поля. Страница истории Ивановского канала». Это тоже все 18 столетия, 701 года по 1803 истории. 809, прошу прощения. На самом деле, это история продолжающаяся до сегодняшнего дня, можно считать. У нас Ольга Александровна Валькова опубликовала только что, буквально сейчас только идет анонс. Анонсы. Очень большую фундаментальную монографию жизни и удивительные приключения астронома Субботина. Ну, сейчас еще обсуждается вопрос, может быть, мы послушаем доклад на тему о высшей школе Российской империи и Первой мировой войны и так далее. Сегодня, как было объявлено, мы слушаем доклад о событиях, видимо, 49-го года. Доклад доктора исторических наук, нашего уважаемого коллега, заместителя генерального директора Российской государственной библиотеки Александра Юрьевича Самарина. Он назвал свой доклад «Друг свободы, неповинны, злоби, лжи и злоби наших дней». Пушкинская речь Вавилова в колонном зале Дома Союзов. Александр Юрьевич уже достаточное время занимается этой тематикой. Он увлеченно изучает творческое наследие Сергея Ивановича Вавилова. Но если нет вопросов, коллеги, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы давайте обсудим какие-то организационные моменты. Если нет, тогда, может быть, приступим к заседанию. Нет вопросов. Нас уже 34 человека. Так, Александр Юрьевич, готовы? Да, да, Семенович. Тогда, пожалуйста, вам слово. Коллеги, ну, я хочу сказать несколько водных слов. Хотя Вавиловым я занимаюсь уже достаточно давно. Я думаю, что все-таки я больше знаком коллегам как историк 18 века. Поэтому надо все-таки несколько слов сказать о том, почему я к этой теме пришел, меня к этой теме подтолкнуло знакомство с дневниками Сергея Ивановича Вавилова. Это действительно потрясающий совершенно документ. И я бесконечно благодарен тем коллегам, которые его опубликовали, потому что действительно это такой очень важный источник, источник исторический, источник личный. И занимаясь Вавиловым, как-то, так сказать, неожиданно я пришел к сегодняшней теме. Она вообще действительно для меня достаточно неожиданная. И контекст такой будет весьма специфический. Но я хочу сказать, что вот помимо той встречи с наследием Сергея Ивановича, у меня в прошлом году, в марте месяце, произошла одна очень судьбоносная встреча с одним замечательным историком, который, в общем, меня подталкивает довольно сильно меняться во всех сферах. Итак, доклад. Начну с эпиграфа. Эпиграф я взял из Леонида Зорина, из Покровских ворот. В фильме этого фразы нет, она только в пьесе. Это из разговора Костика с Хоботовым. Важно не то, что вас победили, важно то, что вы сопротивлялись. Итак, выдающийся ученый, физик, президент Академии наук ФССР, академик Сергей Иванович Вавилов, одна из ключевых фигур научной и культурной жизни эпохи позднего Сталинина. В публицистических и научных работах последних лет можно найти довольно жесткие оценки Вавилова как одного из проводников сталинского курса на научном фронте. Одним из первых критиков Вавилова стал в свое время еще Александр Солженицын в архипелаге КУЛАК, который довольно жестко написал, что академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошел в лакийский президент Академии наук. Наш коллега, историк науки Константин Иванов, проанализировав официальные статьи Вавилова, дававшую общую оценку советской науки, приходит к выводу, что именно он сформулировал четыре главные особенности сталинской науки как народный партийный практический план. Руководящая роль Коммунистической партии во главе со Сталиным была для Вавилова главным моделизующим фактором роста научных достижений, утверждает исследователь. Другой историк науки Алексей Кожевников, напротив, утверждает, что Вавилов вынужденно выполнял ритуальную функцию в качестве президента Академии наук, носил маску, поскольку политические публикации в сталинском обществе были не столько предпосылкой успешной карьеры, сколько неизбежным придатком к административной должности, начиная с определенного уровня. И Кожевников делает вывод, чтобы сыграть свою роль образцового сталинского политика, Вавилов должен был в совершенстве овладеть языком и правилами игры той культуры. При поверхностном взгляде на его сочинение кажется, что в них наука подчинена политике. Если же проанализировать эти публикации как литературные тексты, с учетом стилей и жанровых правил эпохи, в них можно найти и другой уровень смыслов. Полемику в пользу теории относительности и квантовой механики, защитный идеологический образ науки, проведение границы между сферами компетенции, экспертов и политиков. Представляется, что данный подход имеет серьезные перспективы. Действительно, прямое цитирование вавиловских текстов на полных идеологическими штампами эпохи мало что может дать для понимания его реального отношения к советской действительности, положению советской науки в обществе и обстановке в самом научном сообществе. А вот помещение их более широких контекстов, в частности, сопоставление с его достаточно откровенными дневниками, показывающие весь внутренний трагизм личности ученого, вынужденного постоянно идти на компромиссы ради сохранения возможностей для научной работы для себя, коллег и для науки, как отрасли в целом, а также элементарного сохранения своей жизни, ведь трагическая судьба брата была для Сергея Ивановича постоянным источником размышлений и переживаний. Может, на наш взгляд, позволить увидеть более объективную картину. Итак, предметом нашего анализа стал комплекс текстов выступлений Сергея Ивановича Вавилова на юбилейных торжествах по случаю со 150-летия со дня рождения Пушкина в июне 49-го года. В личном архиве академика хранятся их машинописные оригиналы с рукописной правкой, а также рукописные черновики некоторых из них. Все они, кроме речи на митинге около памятника Пушкину 5 июня 49-го года, были своевременно опубликованы. Первый раз в июльском номере Вестника Академии наук СССР за 49-й год, а позднее в сборнике материалов юбилейных торжеств в 51-м году. Ну, собственно, вот эту речь, о которой я говорю, не опубликованную, не она главный предмет моего сегодняшнего рассмотрения, но вот в пятом номере журнала «Обсерватория культуры» я ее опубликовал. Это речь у памятника Пушкину 5 июня 49-го года. Творчество Пушкина сопровождало Вавилова с самого детства. В своих незаконченных воспоминаниях он упоминает об одной из первых собственных книг, сочинениях Пушкина. Ранние дневники ученого сохранили множество свидетельств серьезного чтения пушкинских текстов. Например, 4 марта 1911 года он записывает. «Я читаю сейчас Пушкина. Читаю основательно. Хочу его постигнуть, как постиг Толстого. Хочу найти формулу сущности Пушкина. Меня занимает довольно странный вопрос. Пушкин и наука». Да, именно так. Я знаю, что всю жизнь буду я под действием двух полюсов зеркального существования наукой и Пушкиной. Судя по дневникам, Вавилов часто использовал цитаты и образы из произведений Пушкина для оценки происходивших с ним событий, внутренних переживаний. Например, 2 июля 47-го года, выдавая оценку своей деятельности в качестве руководителя Академии наук, он записывает. «Я президент, но счастья нет измученной душе. Задерган, больная голова, мелочи, кругом несчастные люди, вчера депутатский прием. Некогда по-настоящему подумать, нет совсем больших мыслей. Машина, трата времени, вероятно, что-то государство приносящее, но где я почти мошенник». Как видим, чтобы описать свое состояние, Вавилов использует фразу из монолога Бориса Годунова из одноименной пушкинской драк. Ну, помните, да, «Я царь, но счастья нет измученной души». Публичные выступления Вавилова о Пушкина в 49-м году произвели определенные впечатления на современников. Его ближайший ученик, лауреат Нобелевской премии, академик Илья Михайлович Фаак вспоминал, «Разумеется, не только поэтическая образованность Сергея Ивановича, но его отношение к Пушкину было нам хорошо известно. Что касается меня, то я должен признаться, что Вавилову пушкиниста я узнал и оценил, только услышал доклад Вавилову президента Академии наук на Пушкинском юбилее, посвященном 150-летию со дня рождения поэта. Наиболее значимым по объему и по содержанию является текст выступления Вавилова на торжественном заседании Академии наук в колонном зале Дома Союза 7 июня 49-го года. Он сохранился в четырех вариантах. Рукописный черновик, машинописный оригинал с правкой от руки, публикации вестники Академии наук и воспроизведение в материалах юбилейных торжеств. При их сопоставлении и публикации в юбилейных материалах практически идентичны. А вот текст вестники был сокращен и отредактирован. Существо разночтений между ними таково, что заставляет сделать предположение, что Вавилов отредактировал свой текст для официального издания Академии наук, поскольку понимал, что он находится в зоне особого внимания партийных функционеров и других компетентов. Почему же более полный текст все же попал в сборник юбилейных материалов 51-го года? Том вышел уже после смерти Вавилова, подписан в печать 1 августа 51-го года, но президент Академии значится его ответственным редактором. Я вижу два возможных объяснения. Первое объяснение. Вавилов еще при жизни решил создать расширенный вариант, полагая, что в огромном томе юбилейных материалов до некоторых его высказываний будет труднее докопаться. А второе возможное объяснение. Текст был набран по машинописному оригиналу уже после кончины Вавилова и сотрудники издательства просто максимально точно передали его. Во всех сохранившихся вариантах имеется фрагмент революционности как ведущей линии творчества Пушкина. Чем шире, благодаря усилиям и находкам науки о Пушкине раскрывается перед нами литературное наследство поэта, тем яснее вырисовывается революционный элитмотив творчества Пушкина. Десятая глава Онегина. Связь Пушкина с декабристами. Глубокое реальное понимание необходимости всенародной поддержки революции. Вот некоторые открытия и выводы Пушкина век. В варианте вестника есть и фраза. В результате великой революционной победы в октябре 1917 года на развальных царской буржуазно-дворянской России основалось великое советское социалистическое государство, взошла, наконец, прекрасная заря социализма. А вот в варианте сборника читаем. Великая революционная победа в октябре 1917 года, превратившая царскую буржуазно-дворянскую Россию в социалистическое государство, осуществила мечту Пушкина. Над его родиной взошла, наконец, прекрасная заря социализма. Возможно, что Вавилов, редактируя текст речи для журнала, осознал, что Пушкин, мечтающий о социалистической революции, некоторый перебор. И фразу все-таки изменил. Вслед за обязательной революционностью Пушкина идет актуальная для конца 40-го годов времени кампании по борьбе с низкопоклонством перед Западом и безродным косполитизмом мысль о патриотизме великого поэта. В обоих печатных вариантах выступления находится текст. Вольнолюбие Пушкина, как и всего русского народа, сочеталось с глубоким патриотизмом. К тому же Чаадаеву, пессимистически оценившему историю России, Пушкин ответил «Клянусь честью и ни за что не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю». Любовь к родине вырвалась в известных строках стихотворения к левитникам России. В строках, которые в современных условиях звучат как жгучая пощечина врагам нашей родины. Поэт обращается к западным витием с вопросом, за что они ненавидят Россию. Процитируем далее фрагменты стихотворения. Вавилов заключает «Такие слова и сейчас советский народ обращает к джедемократам западного патриотического мира». Далее Вавилов продолжает обосновывать революционную направленность творчества Пушкина. В обоих вариантах выступления можно прочитать «Современное пушкиноведение с несомненностью доказало, что легенда о Пушкине как чистом поэте, рожденном для звуков сладких и молитв лишена всякой почвы». «Чудесное художественное мастерство Пушкина – это органическая, неотъемлемая для него форма действенной мысли, направленной прежде всего на проповедь свободы». Этот якобы эстет, желая указать главную свою заслугу, сказал «В мой жестокий век пославил я свободу». Пушкинские тексты Вавилова кажутся сегодня уродливым продуктом сталинской идеологической машины, но они далеко были не самыми яркими образцами жанра юбилейного политического выступления. Главным событием юбилейного марафона в июне 49-го года стало торжественное собрание с 6 июня 49-го года в Большом театре, который открывал, потому что Вавилов, вот и это его речь, это 7 июня, это торжественное собрание Академии наук. Оно было, так сказать, важным событием, но не самым центральным. Центральное событие день в день, 6 июня 49-го года в Большом театре, открывал его генеральный секретарь Союза советских писателей Александр Фадеев, который руководил комитетом по организации пушкинских празднований, а с центральным докладом выступил поэт Константин Симфа. Вавилов присутствовал на этом заседании, сидел в президиуме, но не выступал. Вот, например, Фадеев с заключительной частью своей небольшой речи посвятил ответственности советской интеллигенции перед народом. Велики заслуги нашей интеллигенции перед советским народом, и нет другой такой страны в мире, где интеллигенция была бы так обласкана народом, окружена такой его любовью. Но в торжественный день, посвященный памяти Пушкина, народ вправе мерить каждого из нас великой народной пушкинской меры. И народ вправе сказать нам, ждем от вас большего. Вперед и выше, славные сыны и дочери народа. Шире, глубже овладевайте всеми передовыми знаниями и богатствами культуры в свете Ленинского, Сталинского училия. Константин Симонов, автор центрального доклада, о гибели поэта говорил так. Посредине своего великого поприща, в разгаре благородной и многосторонней деятельности, Пушкин пал от руки наемного убийцы, не имевшего двух слов связать по-русски, великосветского прощелыги, безродного космополита Дантеса. О значении пушкинского наследия в мире Симонов высказался Тем, кто вешает негров, незачем вспоминать Пушкина. Тем, кто на глазах у голодных жжет пшеницу, незачем вспоминать Пушкина. Тем, кто хочет купить совесть народа за яичный порошок, незачем вспоминать Пушкина. Тем, кто хочет залить мир кровью, незачем вспоминать Пушкина. Он их враг, враг их каждой мысли, каждого их слова, каждого их гнусного поступка. Тем не менее, анализ вариантов речи Вавилова о торжественном заседании Академии наук приводит к выводу, что академик, используя свою огромную эрудицию, все-таки направил в аудиторию и совсем не тривиальные сигналы. В Черновике, машинописном оригинале и варианте сборника, практически в самом начале своего выступления Вавилов, уже сказавший о социалистической мечте Пушкина, вдруг заявляет «Уместно вспомнить стихотворение Якова Петровича Полонского, написанное в 1880 году по случаю открытия памятника Пушкину в Москве. Ничего не презирая, в хатах дымных изучая дух и склад родной страны, чуя русской жизни трепет, Пушкин правдой первый лепет, первый проблес старины. Пушкин – это эхо славы, от Кавказа до Варшавы, от Невы до всех морей, это сеятель пустынный, друг свободы неповинный, в лжи и злобе наших дней». Полонского, продолжает Вавилов, надо поправить только в одном – Пушкин был не первый лепет правды, а полное правду. А затем уже идут рассуждения о революционности, патриотизме, разоблачении легенды о Пушкине эстете. Можно предположить, что основная роль цитаты состоит в том, чтобы слушатели уловили последнюю фразу «Поэт не виноват в лжи и злобе наших дней». Интересно, что Вавилов из множества вариантов для цитирования выбрал именно Якова Полонского. Правильные авторы, трактующие Пушкина, были, например, перечислены в докладе Константина Симонова, который говорил «Великая русская литература в лице Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Щедрина, Глеба Успенского, Короленко, Горького законно и твердо объявила Пушкина своим и только своим, вела от него новое литературное литосчисление и настойчиво подчеркивала великое общественное значение творчества Пушкина. Данный набор авторов широко использовался для цитирования при проведении пушинских торжеств в 49-м году. В одном из отчетов можно прочитать. Утром 10 июня делегации выехали в город Пушкин. Весь путь от Ленинграда до города, носящего имени поэта и сам этот город, утопающий в зелени парков, были украшены щитами и стендами с портретами Пушкина, с цитатами из его произведений и из работ о Пушкине Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Горького. Но были и фигуры, которые позиционировались в общественном сознании как ретрогады, противостоящие этой прогрессивной линии. Константин Симонов в своем докладе озвучил ряд этих имен применительно в пушкинистике. Павел Анимков, Александр Дружинин, Афанасий Пет, Владимир Соловьев, Василий Розанов, Николай Минский, Дмитрий Милишков, Владислав Ходосевич. За неимение времени я не буду, там огромные цитаты, где он их просто клянит позором и говорит о том, что таких авторов невозможно использовать при оценке творчества Пушкина. Таким образом, далеко не на каждого автора, писавшего о Пушке, не можно было спокойно ссылаться в 49-м году. Какую же репутацию в советском литературоведении сталинского времени имел Яков Полонский, которого решил цитировать Валерий. О ней красноречиво говорит статья о Полонском из 9-го тома литературной энциклопедии, увидевшей свет в 35-м году. Творчество Полонского было различным на разных этапах. В пору реформ, Полонский пел эфирамбы правительства и выступил против польского восстания с пасхарной пьесой «Разлад», где смыкался с лагерем Коткова. Реакционный курс после 1866 года толкал влево идеолога либеральных земцев. Полонский этого периода не чур заигрыванию с революционерами, выхолачивая, однако, из их образов боевые, действенные черты, возводя на пьедестал их жертвенность. В 80-х и 90-х годах, как и в эпоху реформ, Полонский снова правее, совершенно отойдя от оппозиции. Мистицизм, поповщина, уход сверхъестественной, мрачной ипохондрией становятся преобладающими в его творчестве. В том же 1935 году в серии «Библиотека поэта» увидел свет том стихотворения Якова Полонского. Автором вступительной статьи в этом издании был Борис Михайлович Эхенбаум. Абсолютно, как вы понимаете, не отродоксальный автор. И в том же 1949 году он будет практически главным объектом гонений в Пушкинском доме во время кампании по борьбе с флополитизмом. Но тем не менее, что он пишет о Полонскому вступительном статье. Поэзия Полонского – поэзия промежуточного социально неполноценного слоя, стоящая между поэзией Некрасова с одной стороны и поэзией Фета с другого. Поэтому, как говорит Эхенбаум, Полонский нам интересен не своей идейной содержанием, а своей стихотворной формой. Следовательно, для начала своей пушкинской речи о торжественном заседании Академии наук Вавилов выбрал автора, который не был представителем революционно-демократического лагеря и по многим параметрам подходил для отнесения в страны реакции. А цитируемое стихотворение Полонского А.С. Пушкин не вошло в том его сочинении в библиотеке поэта 1935 года, поскольку невидимо не считалось ценным в его творческом наследии с позиций советского времени. В машинописном оригинале Вавилова оно приведено без ссылки на конкретные издания, а в публикации 1951 года дана отсылка в первому тому полного собрания сочинений Полонского увидевший свет в 1885 году. Пожалуй, только такой библиофил, как Вавилов, для которого постоянные визиты в букинистические лавки были образом жизни, мог в 1949 году апеллировать к данному источнику. Выбор Полонского был необходим, на наш взгляд, Вавилову для того, чтобы провести чужими словами свою мысль о несовершенстве окружающей его действительности, над которой возвышается гений Пушкин. По всей видимости, Вавилов хотел этой цитатой сказать, что Пушкин остается великим поэтом, и он не виноват в использовании его имени в повседневных практиках сталинского режима. О негативном восприятии Вавиловым таких практик свидетельствует, например, целый ряд его дневниковых записей о советских газетах. Например, газеты «Как отвратительная микстура» 20 июля 1947 года. Просмотрел около сотни газет пароль «Самопрославление» «Не нравится мне это, и не так культура завоевывает мир» 21 августа 1947 года. В газетах «Извращенная лысенковская свистопляска» «Вальпургиевая ночь» 9 августа 1948 года в период августовской сессии восхни. Знаком неприятия окружающей советской действительности были немногочисленные, но крайне резкие высказывания Вавилова в своих дневниках о произведениях советской художественной литературы. Я сейчас не буду приводить примеров. В прошлом году в журнале «Библиотековедни» в третьем номере у меня на эту тему вышла статья, где я проанализировал все случаи упоминания Вавилова советских писателей в своих дневниках. Фактически все эти случаи, они негативно так или иначе негативно. Неслучайный характер выбора стихотворения Полонского и акцент именно на словах о лже и злобе наших дней подтверждает машинописный оригинал речи Вавилову у памятника Пушкину 5 июня 49-го года, то есть за два дня до основного доклада. Кстати, сейчас вот я демонстрацию... Сейчас я вот все-таки запущу. Так, что такое? Нет, не выпускается. Сейчас еще раз. Ну ладно. Видимо, не получится запустить. Ладно, тогда после доклада я хотел продемонстрировать из газеты «Известия», как выглядело как раз этот митинг около памятника Пушкина. И вот в этом докладе, который он делал у памятника, он приводит цитату из Полонского, но приводит ее в кратком урезанном виде. И акцент делается именно на вот этих последних строках. «Это сеятель пустынный, друг свободы неповинной в лжи и злобе наших дней». Все пресесущие Вавилов на митинге не произносят. Выступление на митинге, происходившем на открытом воздухе, где Вавилов был неглавным лицом, выглядит намного более свободным. В частности, это единственный из всех пушкинских текстов Вавилова, который не заканчивается здравицами Сталина и Коммунистической партии, а лишь содержит восхваление великого поэта. Характерно, что ни одна из многочисленных советских газет, я выявил примерно два десятка репортажей об этом митинге у памятника Пушкину 5 июня, в пересказе выступления Вавилова цитату из Полонского «Не упоминаю». Другой пример использования из опового языка можно увидеть во фрагменте выступления Вавилова, посвященном теме «Пушкин и наука». В версии, опубликованной в Вестнике АНСР, находится фрагмент. «Пушкин был членом Российской Академии, вошедшей затем в состав Академии наук. Было бы ошибочно судить об отношении Пушкина к Академии, и в частности к Академии наук, по эпиграмме до князя Дундукова. Дундуковы были, к сожалению, в Академиях, но это эпизоды. Об истинном отношении Пушкина к Академии лучше всего свидетельствовала большая статья Российской Академии, напечатанная в 1836 году в «Современнике», и был путь почтительного отношения к этому учреждению». А вот в машинописном оригинале и версии сборника 1951 года этот фрагмент выглядит еще красноречением. «Дундуковы, к сожалению, были и до сих пор иногда встречаются в Академиях». Вавилов, очевидно, размышлял над данным фрагментом. В рукописном черновике он порвется правки, из-за которой текст трудно читает. А в машинописном оригинале фразу «но это эпизоды» добавлена к счастью. Фрагментом своей речи о Дундуке Сергей Иванович Вавилов явно хотел высказать свое отношение к ситуации в Академии наук, которым он уже 4 года руководил. Для понимания смысла его Димаша надо обратиться к пушкинской эпиграмме. Я читаю эпиграмму по полному собранию сочинений в академической форме. Я знаю, что Симон Семенович знает другую версию. Если он захочет, он ее озвучит. В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что есть чем сесть. Речь у Пушкина идет о Михаиле Александровиче Дундукове Корсаковой, председателе Петербургского цензурного комитета. Поэт вполне прозрачно намекает на гомосексуальные отношения своего героя с министром народного просвещения Сергеем Семеновичем Уваровым, благодаря которому он получил пост вице-президента Академии наук. Татьяна Григорьевна Цивловская, проведшая глубокий анализ контекста данного произведения, делает вывод. Эпиграмма заключает в себе два острия. С одной стороны, тут издевайся над человеком, который прошел в Академию благодаря своей связи с президентом. С другой, выражение Дундук, не только сокращение обозначения фамилии князя Дундукова Корсакова, которую Пушкин ошибочно даже в официальных письмах писал через гул. Это слово имеет и другое значение, зафиксированное в толковом словаре Даля. Бестолковый человек. Употребляется и поныне в живом русском языке в смысле дурак. Статья Цивловской была опубликована в 1973 году, но схожие характеристики эпиграммы неоднократно появлялись и ранее. Например, в путеводителе по Пушкину, вышедшему в качестве шестого тома собрания его сочинений в 1931 году, была дана следующая справка. Дундуков Корсаков, князь Дундук, князь Михаил Александрович, попечитель Петербургского учебного округа, председатель цензурного комитета. 7 марта 1835 года, Дэй, не имея никаких научных заслуг, был назначен вице-президентом Академии наук, единственным по протекции графа Уварова, как было с назначениями на прежние должности. Стихи в Академии наук не только выпад против неученности Дэй, но и намек на его интимную близость с Уваровым. Сергей Иванович Вавилов не мог не понимать со словонной огрузки своей фразы о том, что Дундуковы до сих пор иногда встречаются в Академии, произнесенном им с трибуны колонного зала Дома Союза. Фактически он утверждает наличие среди лиц с академическими званиями неумных людей, получивших свое место не за научные заслуги, а за связи с вышестоящим советским руководством. Известно, что Сергей Иванович Вавилов высоко ценил академические звания и полагал, что именно члены Академии главные действующие лица в научном процессе. В архиве РАН сохранилась его записка, датированная не ранее 35-м и не позднее апреля 37-м годов, в которой он просил освободить его от ряда должностей в академических комиссиях и обосновывал это таким образом. Тривиальная истина, что опоры Академии должны быть академики, то есть лица достаточно высокого научного уровня, не должна очутиться в положении парадокса. Академики должны иметь достаточную возможность лично вести научную работу и достаточно много читать, чтобы иметь право оставаться академиком. Для меня совершенно ясно, что академики должны много руководить, учить и реально участвовать в организационной работе. Но все это возможно только при условии достаточной личной научной работы и работы над собой по повышению собственных знаний. Судя по дневникам, Вавилов часто резко отзывался о своих коллегах-академиках, давая им нелицеприятные характеристики. Так, например, после академических выборов в Свердловске Вавилов записал в дневнике 4 мая 1942 года «Скучно, тошно, не чувствуется и следа Академии. Сборище кем-то, зачем-то выдвинутых случайных людей». 20 сентября 1942 года появляется запись «В Казани холод, визит к Деборину, жалостная, нелепая фигура, запуганная, трусливая и без единой мысли, импотент во всех смыслах, почему-то академик, которого даже силком выбирали». После собственных выборов президента в Академии наук 18 июля 1945 года Вавилов записывает «Вчера выбрали 92 голоса из 94. Что на самом деле думали про себя эти академики и настоящие, и липовые? Конечно, уже растаяло в вечности. Сегодняшний день повторяет вчерашний». Перед выборами в Академии наук в 1946 году Вавилов, организовывавший их как президент, отмечал в дневнике от 24 ноября. «Каждый день в Нижней квартире совещание с академиками по отделениям по холоду выборов. Картина грустная, в основном средние и бесталанные люди, знающие свое участие, потому что совсем не Фауста или Прометея, а просто Вагнера среднего сорт. Следует помнить, что среди таких незаслуженных академиков был и Трофим Денисович Лысенко, злой гений старшего брата Вавилова Николая. Избрание Лысенко в состав президиума Академии наук в 1942 году с минимальным перевесом стало поводом для дневековой записи Вавилова от 7 мая 1942 года. «Вчера светлое пятно, признак того, что категорический оператив нравственный в академическом сборище не совсем умер. На выборах президиума Лысенко «за» было подно 32 голоса, против – 28. Я был в счетной комиссии, юридически «за» было 36, против – 24, но из 36 «за» вместо плюсов умели минусы. Ну, то есть значок не тот стоял. Правда, это подсчетчина дана полену, но, может быть, кто-нибудь об этом узнает. Тень Николая для меня все заслонил. Важный вопрос. Мог ли Вавилов подразвивать какие-то сексуальные контексты, имевшиеся в явном виде у Пушкина? Сказать трудно, но я хочу отметить, что позднее целый ряд членов Академии наук. Философ Академии Георгий Федорович Александров, член-корреспондент Михаил Трофимович Иовчук, филолог, член-корреспондент, Александр Михайлович Еголин, как раз получившие свои академические звания в 46-м году, оказались фигурантами, ну, как это иногда говорят, первого секс-скандала в советской истории, так называемого «дела гладиаторов», который произошел в 55-м году, когда участие в деятельности подпольного притона разврата закончилось особым постановлением Президиума ЦК КПСС о недостойном поведении товарища Александрова, Еголина и других, и лишением поста министра культуры СССР для Александрова, директора Института мировой литературы для Еголина. Однако о высокоморальных характеристиках этих членов Академии наук, в кавычках, естественно, было известно задолго до этих событий. Так Корней Иван Чуковский записал в своем дневнике 11 марта 55-го года в связи с началом дела в связи с началом дела Александрова Еголина. Рассказывают сенсационную новость. Александрова, министра культуры, уличили в разврате, а вместе с ним и Петрова, и Кружкова, и будто бы Еголина. Говорят, что Петров, как директор института, поставлял Александрову девочек-студенток, и они распутничали вкупе и влюбе. Подумаешь, какая новость. Я этого Александрова наблюдал в узком. Нужно было только поглядеть на него 5 минут, чтобы увидеть, что это чинушек-реалист, не имеющий никакого отношения к культуре. Но я цитировать все не буду, там он, так сказать, Чуковский и его похождения в этом самом узком тоже описывали. Похожую характеристику философа Иовчука, в кавычках тоже, можно найти в письмах-жалок ЦК ВКПБ, датированных в 48-49-м годах, которые опубликовали Батыги на девятку. В них говорилось о том, как Ловко Иовчук в недельный срок заработал звание профессора, доктора, влез член-корреспондента Академии наук СССР, что все его статьи писались подчиненными, диссертация сфабриковано, жена ходит в бриллиантах и золоте. Ну, маленький комментарий, чтобы было понятно. Значит, все эти товарищи, и Александров, и Иовчук, и Еголин, это выходцы из управления пропагандой агитацией ЦК КПСС, то есть работники идеологического фронта. И вот, в частности, например, Иовчук, который в 46-м году стал член-корреспондентом, буквально за пару месяцев до избрания в Академию, защитил закрытую диссертацию по философии Белинского. Ну, как вы понимаете, Белинский – это самая, так сказать, закрытая тема, какая могла быть в то время, в 46-м году. Представляется, что Вавилов не мог не знать о деятельности этих и им подобных членов Академии. В своем дневнике он неоднократно, нелицеприятно отзывался, как он его называет, методологи Александрови, с которым ему приходилось сталкиваться по академическим делам, когда последний занимал посты начальника управления агитацией пропагандой ЦК КПБ, а позднее директора Института философии Академии наук СССР. Так характеризующее собрание СССР в Свердловске в мае 42-го года он записывает. «Остапы Бендеры, устроившие в силу веселительные поездки, Галь Перин, Кузнецов, растолстели в два раза по сравнению с нормальным состоянием. И это в то время, когда все прочие оттащали и иногда обратились с киветами». Такое же увеличение объема приехавших из Москвы, преуспевающих в последнее время методологов – Александрова, Юдина, Митина. 18 августа того же года Вавилов фиксирует в дневнике. «Пустопорожнее болтовня методолога Александрова по радио». 10 декабря 1944 года Вавилов отметил свои впечатления о докладе Александрова «100 лет максистской философии» на научной конференции в Московском государственном университете. Его слушатели были охарактеризованы академиком, как благочестиво запишущие великие мысли Т. Александрова и тут же засыпающие от скуки и пошлости. Интересно, что слово «философия», применительное к Александрову, возглавившему в 1947 году Академический институт философии, Вавилов в своих дневниках неизменно берет в кавычки, подчеркивая этим свое отношение к содержанию его творчества. Так, 23 ноября 1947 года он фиксирует. Дни заполнены пестрейшей мозаикой, составленные из чего угодно. «Философия» в кавычках с новым директором Александровым. Вавилов гордился своим глубоким знанием пушкинского наследия. По свидетельству автора очерка о его книжных увлечениях Киселевой, Пушкин был особенно близок к Вавилову, и Сергей Иванович собирал все его прижизненные издания, издания последующих лет и литературу о нем. В этой связи становится понятно, почему ученый и физик не очень высоко оценивал профессиональных советских литературоведов. Например, 22 мая 1949 года Вавилов фиксирует в своем дневнике событий, связанные с подготовкой проведения пушкинских торжеств. Вчера разговоры с горе-пушкинистами, Еголиным, уже упоминавшимся, Бельчиковым о цитатах из Пушкина. Что не цитата, а скандал. Пропущенные строки в памятнике «Орион. Эхо русского народа». Горе-пушкинистами Вавилов называет, как мы видим, руководителей двух профильных институтов Академии наук. Института мировой литературы, член-корреспондента НССР Еголина, и Института литературы в Ленинграде, тогда еще просто профессора Николая Федоровича Бельчикова. Из-за того, что Вавилов вел сознательную игру с мыслами в своей пушкинской речи, является, на мой взгляд, и мемуарное свидетельство физика Академии наук СССР Бориса Алексеевича Беденского о характере работы Вавилова со своими текстами. Подписывая много разных бумаг и рукописей, он с обычным юмором говаривал. А здесь нет беспамятной собаки. Под этим заглавием в одном из томов энциклопедического словаря Брагауза и Фрона можно найти коротенькую, но злейшую заметку, направленную против главного редактора словаря, который подписал ее в ряду других, не читая. Но слова Сергея Ивановича были ясной для всех шуткой. Он уж очень внимательно читал то, что подписывал. Как видим, Вавилов хорошо знал творчество Пушкина, владел литературой о нем. Президент Академии наук был крайне внимательным к любым своим текстам, понимая, как может ему грозить любая идеологическая ошибка. Следный подбирает цитаты и выбирая контекст для них своей пушкинской речи, Вавилов хотел, пусть не впрямую, такой возможности у него, естественно, не было, изоповым языком, но публично, высказать свое негативное отношение к процессам, как происходившим в стране в целом, так и к ситуации, складывающейся в Академии наук. Возникает вопрос, насколько подтексты из пушкинской речи Вавилова могли быть считаны его современники. По всей видимости, одной из причин довольно смелых высказываний академика, было его понимание того, что на это способны немногие. Дневниковые записи, сделанные в поезде у Любани 9 июня 49 года по дороге в Ленинград на продолжение пушкинских торжеств, читаем «Задерганность, главным образом, пушкинскими торжествами до последних пределов». На юбилейном вечере Академии в колонном зале 7 июня самое большое впечатление оставил вопрос профессора Соколова, теоретическая физика, сподвижник Иваненко, декан физического факультета МГУ. Это все Вавилов о нем записывает. «После исполнения Моцарта и Сальери на концерт». «А чьи это слова?» обратился ко мне с вопросом Соколов. «Пушкин, оказывается, ошибся, мечтают он в гусах и калмыках. Сущий у нас язык профессора Соколова оказывается не в состоянии назвать Пушкина». Ну, то есть, понимаете логику, да? То есть, какие подтексты, если Вавилов видит вокруг себя, так сказать, людей, которые даже не понимают, кто является автором Моцарта и Сальери. Тем не менее, из публикации вступительного слова в вестнике Академии наук и цитата из Полонского, и слова о наличии Дундуковых в современных академиях были убраны. «Любая игра имеет свои пределы. Одно дело слово сказанное, другое напечатанное. Осторожно, Вавилов не рискует». Ведь почетным членом Академии наук с 1939 года, как известно, являлся сам Иосиф Иссарионович Сталин. А в 1946 году уже в бытность Вавилова президентом Академии наук такого же почетного звания удостоился Вячеслав Михайлович Молот. Так что реплика о современных Дундуковых могла вызвать уже совсем ненужные президенту Академии наук ассоциации. Анализ пушкинской речи Вавилова на мой взгляд показывает, что он не только не был бездумным проводником сталинской политической линии, но и в виде цитат и ассоциаций пытался публично выражать свое негативное отношение к процессам в общественной, политической и научной жизни. Понимая, что подобного рода высказывания не будут иметь никакого действия и окажутся по выражению самого же Вавилова «почечиной полену», президент Академии наук, видимо, делал это для самого себя, не имея других возможностей сопротивляться в нетущей обстановке последних лет правления Сталина. Я закончил, коллеги. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Уважаемые коллеги. Так, Александр Юрьевич уложился. То есть там время, которое нам Полина Александровна определила. Так, какие вопросы?